Я хочу представить вам несколько примеров математических моделей, которые были придуманы для того, чтобы описывать человеческую память. Это список моих соавторов. Николанджио Наильникова, Ниша Каткова и Александра Романина. Человеческая память, как вы все, конечно, можете понять, это очень сложная штука, и частично объяснять с тем, что этим словом объединяется огромное количество самых разнообразных процессов, которые все зависят друг от друга. Ну вот, например, в самом простом случае, чтобы запомнить что-то и потом иметь возможность как-то эту информацию использовать, как минимум три процесса должны произойти. То есть эта информация должна быть воспринята, она должна быть сохранена до своего использования, и она должна быть вспомнена. И все эти три процесса в реальной жизни очень часто как раз и не срабатывают, и не срабатывают они довольно непредсказуемым образом. То есть очень часто мы можем просто не заметить какую-то информацию из-за того, что... Ну, из-за много каких причин. Информация может быть воспринята, но мы можем ее забыть, не додержать до того момента, как она нам будет нужна. И бывает так же, что мы просто не можем вспомнить что-то. То есть то, что мы... Наверняка эта информация имеется у нас в памяти, но по каким-то причинам не может быть вспомнена. И все эти процессы очень сложные, как я сказал, и очень в реальной жизни их даже трудно количественно описать. То есть если речь идет об какой-то сложной информации, как, например, какая-то сложная история, не очень понятно, что это значит, что мы ее запомнили. Потому что там есть много аспектов, которые очень сложно описать количественно. Поэтому психологи, которые изучают память, они разработали некоторое количество подходов, которые позволяют описать все эти процессы более точно. Естественно, у этого есть цена, как мы сейчас убедим. То есть... И вот один из главных подходов – это работать с информацией, в которой нет особого смысла. То есть вместо того, чтобы... написать память на... Он из Израиля. Да. То есть, например, можно рассматривать память на случайные списки слов. То есть списки слов, в которых нет абсолютно никакой информации, потому что слова были выбраны случайно. Как вот, например, список, который сейчас вы видите на экране. Это, естественно, большое ограничение этого подхода. Но зато можно очень точно описать все эти процессы, о которых я только что говорил. Например, можно провести вот такой эксперимент, где мы просто предъявляем этот список слов эспитумуму, а потом мы можем показывать одно из слов, которые есть в этом списке, вместе с другим словом, случайно выбранным, который не является, не находится в этом списке, и спрашивать, какое из этих слов находится в списке. Идея тут в том, что если эспитумумер запомнил, что определенное слово находится в списке, то он даст правильный ответ. Если он запомнил это слово, то он фактически видит два незнакомых слова, и у него будет совершенно случайный ответ. И проводя эти эксперименты, можно таким образом количественно описать, сколько слов сохранено в памяти на момент проведения такого тестирования. То есть можно определить, сколько слов запомнено из списка определенного размера. А другой подход – это попросить не показывать ничего из патру, а просто предъявить им список, попросить вспомнить все, что они могут, все слова, которые они могут вспомнить в любом порядке. И таким образом, опять же таки, просто перечислить количество, посчитав количество слов, которые они могут вспомнить, мы можем описать этот эксперимент в количестве, и, как мы знаем, многие, естественно, из реальной жизни, и, как показывают эксперименты, эти два подхода дают очень разные результаты. То есть люди запоминают гораздо больше информации, чем они могут вспомнить. И вот одной из целей этого проекта, который я вам сейчас запишу, это попробовать понять, откуда берутся эти трудности с вспоминанием, почему часть информации не может быть вспомнена. Поэтому я начну вот с этого процесса вспоминания. И я вам покажу очень простую, как мне кажется, элегантную модель, которая была создана для того, чтобы описать результаты этих экспериментов. По вспоминанию покажу вам, насколько предсказания этой модели и соответствует экспериментальным данным. Значит, ну, поскольку это очень мало времени, я, конечно, без всяких деталей покажу вам довольно главный аспект этой модели. То есть давайте представим себе, что после предъявления списка слов у Спитумова в памяти находится «М» случайных слов, в зависимости, конечно, от длины списка. И он начинает их вспоминать. То есть он пытается вспомнить в идеале все «М» слов. Как мог бы происходить такой вопрос, такой процесс? Предположение здесь такое, что между двумя любой парой слов можно говорить о некой степени, насколько эти слова похожи. Похожи не в смысле, что они звучат как похожи или записаны похожи, а в том, в семантическом смысле, что они означают вещи, которые, как правило, ассоциируются одно с другим. Например, король, королева – это будут похожие слова, король, дерево – какое-то, думаю, случайное слово будет менее похожи. То есть у нас есть матрица вот этих степеней похожести. И самое простое предположение о том, как происходит этот процесс, это то, что вспоминание одного слова является триггером для вспоминания следующего слова на основе этих похожеств. То есть каждое слово вызывает в памяти, вызывает в нашем сознании слово, которое наиболее похоже на предыдущее, либо следующее по похожести, если этот процесс замыкается в такой короткий цикл. То есть в каждой строчке этой матрицы нам нужно найти самый большой элемент и следующий по величине. То есть я здесь вот поставил черную такую точку в самом большом элементе и красную точку в следующей первичине элемента. И вот в соответствии с этим предположением, как я только что описал, вот у вас процесс воспоминания определяется этой матрицей, или можно нарисовать на графе с помощью стрелок, как процесс этот переходит из одного узла этого графа в другой, пока он не замыкается в некий цикл. И вопрос в том, сколько узлов будет вспомнено перед тем, как этот процесс замкнется в цикл, и после этого, независимо от того, сколько времени процесс продолжается, новых узлов вспомнено. Естественно, ответ на этот вопрос зависит от свойств этой матрицы вот этих похожестей. И самое простое предположение для этой матрицы – это что это случайная матрица, потому что мы говорим о случайной списке. Она симметрична, поскольку эти нейроассоциативности, скорее всего, симметричны. И оказывается, что если построить такую модель, то можно посчитать точно среднюю длину вот этого цикла, воспомнательного цикла, пока он не замыкается сам на себя. И результат, который мы недавно опубликовали, он такой, он очень простой, что если у вас есть матрица размером M на M на M, то средняя длина вот этой траектории будет равна асимптотической для больших матриц пропорционально форме из M с коэффициентом, который тоже может быть точечным вычисленным как корень из 3P пополам или приблизительно двойки. То есть это очень простая модель, и у нее есть вот такой очень красивый, простой результат, который позволяет нам предсказать, предсказать, если мы знаем M, то есть если мы знаем, сколько памяти осталось, сколько слов осталось в памяти у испытуемого после предъявления ему списка, мы можем предсказать среднее количество слов, которые он может вспомнить. Или он, или большая группа испытуемых, если мы делаем эксперимент на больших. И самое удивительное в этом проекте это как раз то, что предсказание очень легко проверить экспериментально, нужно просто провести вот эти два экспериментальных подхода, которые я писал в начале моей лекции, чтобы независимо оценить количество слов, которые остаются в памяти после предъявления списка, и количество слов, которые мы могут вспомнить, и посмотреть, насколько соотношение между ними соответствует вот этому, этой простой зависимости, которая следует из модели. И как это неудивительно звучит, экспериментальные данные очень близко лежат к вот этой предсказанной кривой, то есть здесь описаны результаты большого количества экспериментов с разным количеством слов в списках, и даже более общие эксперименты, где вместо слов в списке представлены короткие предложения, которые описывают какие-то общеизвестные факты, как земля круглая, вода, жидкость и так далее. И независимо от того, как мы проводили эти эксперименты, результаты всегда были очень близки к этой кривой, которая следует из модели, что, по-моему, является очень удивительным фактом, потому что априори трудно было себе даже представить, где, в каком месте эти результаты могут упасть, они могли бы быть, грубо говоря, где угодно. Это вот одна модель, которую я хотел здесь представить, и у меня, так понимаю, есть еще несколько минут. Я тогда покажу вам еще одну модель, которая описывает как раз процесс удержания слов памяти или из любой другой информации. То есть можно ли предсказать количество слов, которые останутся в памяти у института, после того, как он услышал весь список. Это некая, как бы, игра такая, которую мы придумали, чтобы попытаться предсказать результаты этих экспериментов. И игра тоже очень простая. То есть представьте себе, что главная идея этого подхода в том, что слова могут не остаться в памяти, потому что они могут быть стерты по следующим представлениям следующих слов. И этот процесс стирания, он как бы идет по времени в одну сторону. То есть слова, которые представлены позже, могут стереть из памяти слова, которые были представлены перед ними, но не наоборот. И это стирание должно происходить на основе какой-то, как бы, оценки о том, насколько важна эта информация, которая в этих словах содержится. То есть в самом простом случае можно описать каждое слово или каждую единицу информации с помощью просто скалярной величины одного числа, которое описывает важность этой информации. И мы можем описать эту игру как вот такое последовательное приобретание этих единиц информации. Но каждый раз, когда новая единица информации добавляется в память, все предыдущие единицы, у которых эта мера важности меньше, чем у новой памяти, просто стираются из памяти, забываются, исчезают из системы. То есть вот в этом примере здесь у нас есть в данный момент четыре единицы памяти. И когда пятая из них представлена, она стирает вот эти три и остается у нас теперь две. И этот процесс как бы продолжается длительное время. То есть, естественно, наша память содержит огромное количество информации. То есть нужно представлять себе это как очень длинный процесс. И мы хотим посмотреть, с какой скоростью информация накапливается в памяти, как результат этого процесса. То есть, например, если я вам представлю список из ста слов, сколько мы ожидаем, где в них останутся в памяти. В данном варианте эта модель очень легко решается, потому что вероятность того, что память останется, проживет T шагов такого процесса равна просто 1 разделить на T плюс 1, потому что это означает, что это память самая сильная из всех, которые представлены во время T плюс 1 шагов, то есть соображение симметрии. И таким образом, если мы проинтегрируем эту, это называется по-английски retention curve, то есть кривая, которая описывает сохранение информации в памяти, то есть вероятность того, что информация сохранится на протяжении T шагов, спадает как по единице отдельно T. Если мы проинтегрируем эту функцию, то мы получим накапливание, то есть сколько единиц информации накопится за время T, нужно просто просуммировать эту кривую, и мы получим ответ, что у нас накопится логарифм общего времени. То есть это означает, что за время T количество памяти, которое накопится в памяти, растет как логарифм. Это, естественно, очень удовлетворительный результат с точки зрения времени, памяти, то есть это означает, что практически вся информация будет потеряна. И чтобы как бы исправить эту проблему, можно обобщить модель. Можно сказать, что у каждой единицы информации нет одной меры, которая описывает ее важность, но есть несколько таких мер, то есть каждая единица информации может быть важна в разных аспектах, например, есть вещи, которые очень важны для нашего выживания, как, например, должны знать, какие грибы можно есть, какие грибы нельзя есть, но есть другая информация, которая важна нам для социальной жизни и так далее, и так далее. И тогда обобщение этой игры состоит в том, что новая память стирает предыдущие, только если она превышает их по всем размерам. То есть вот в данном примере вот эта новая информация, которая поступает в память, стирает две предыдущих и оставляет две, и у нас остается в результате три памяти. Эта модель математически более сложна, я не знаю, как ее аналитически решить, но можно вывести такое рекурсивное соотношение, то есть если мы знаем решение одномерной модели, как я показал вам в начале, то можно с помощью этого рекурсивного соотношения найти вероятность сохранить память на протяжении этих шагов в модели любой размерности N. И таким образом мы можем получить аналитические предсказания для всех этих моделей, которые отличаются своей размерностью. То есть самая простая модель это одномерная модель, где память истирается очень быстро, чем больше размерность этой модели, тем медленнее, чем больше времени или память может сохраняться у нас в памяти, в нашей системе. И опять же таки можно экспериментально попытаться измерить эти кривые с помощью представления очень длинных списков, то есть мы можем представить длинные списки слов нашим испытуемым и периодически задавать им вопросы, то есть помнят ли они до сих пор, какое слово было представлено. То есть в разные моменты времени мы можем опять представлять одно из предыдущих слов вместе с случайным словом и спрашивать у наших испытуем, какое из этих слов уже было представлено в этом эксперименте. И можно задавать эти вопросы про слова, которые были представлены в самом начале списка или мы можем задавать эти вопросы про слова, которые были представлены, например, два слова перед тем, как задан вопрос или 10 слов перед тем, как задан вопрос и измерять среднее количество правильных ответов, которые испытуемые дают. Это вот вкратце результаты этих экспериментов, то есть мы выбрали тех испытуемых, которые внимательно работают над этим экспериментом, они стопроцентно отвечают правильно на те слова, которые были представлены только что, то есть таким образом мы можем определить, что они действительно стараются добиться результатов в этих экспериментах. и главный результат этого измерения здесь это вот кривая, которая показывает, какой вероятностью испытуемый дает правильный ответ для зависимости от временного лага или от времени, которое прошло со времени того, как это слово было представлено. то есть если слово было представлено много шагов назад, то вероятность от правильного ответа естественно уменьшается, потому что большее количество слов было представлено, которые могут стереть это слово из памяти. И мы можем теперь сравнить... Время заканчивается, нам нужно... Да-да, это мой последний слайд. Вы видите, что модель с... Пятимерной модель, то есть вот эта размерность пяти довольно хорошо описывает эти эксперименты. То есть в этом случае мы тоже видим, что вот такая простая модель, которая может быть точно решена, тоже дает довольно-таки точное предсказание для этих экспериментов. Ну вот, пожалуй, тогда я здесь остановлюсь. Спасибо большое за замечательный доклад.